Привет, друзья! Вот я даже себе специально записал, чтобы не забыть, потому что здесь вот поздравления нужно делать. В первую очередь я дагестанскому чемпиону, который в Токио выиграл, это он уже вторую золотую медаль выиграл, Абдул-Рашид Садулаев. Молодец, гордимся. Молодец, молодец. У него даже прозвище такое есть, Танк. Он американцы там выиграл, Танк, потому что такая воля к победе неукротимая. Ну, молодец такой, молодой человек, золотая медаль уже вторая. Ну, молодец, поздравляю. А вот еще что я вот записал, чтобы не забыть, потому что мне Аня Ворона прислала видео, где олимпийский чемпион Великобритании, вот я его записал, Том Дейли по прыжкам в воду. Он там сказал, что он снимает стресс именно тем, что он вяжет. А я во всех своих книжках пишу, что повторяемые движения снимают напряжение. Мало того, я приводил эти примеры, что как раз вязание помогает как-то освободиться от напряжения. И вот, извините меня, олимпийский чемпион подтвердил это. Он вяжет. Да, это дает ему сброс лишнего напряжения, как он сказал. Молодец. Его тоже надо поздравить. Правильно? Так. И вот еще вот, что значит коллективное творчество. Наш дорогой Сунцов Александр Викторович, тренер, инструктор Рос, Калининград, руководитель ФБ Рей Рос, рукопашка, рукопашка. Но он сейчас не только своих подопечных тренирует, он еще в какой-то группе оздоровительной провел занятия по ключу, потому что я его готовлю как специалиста именно по ключу. А рукопашка, это он мне сейчас рассказывает, какие у него там интересные дела происходят, потому что он ключевые приемы там дает им, ребятам, чтобы они снимали стресс, включали мобильное состояние и так далее. Но самое главное, мы же говорим о коллективном разуме. Он мне, Александр, мой дорогой друг, он мне сказал, глядя на эту картину, которую я посвятил Нодару Беридзе, велосипедисту, марафон, велопробег по миру, эстафета добра, ну, который вот я сделал велосипедисту. А он мне сказал, Александр Сунцов, а ты деревья там поставь, чтобы он всем ветрам навстречу летит на своем велосипеде. Я же его так еще назвал, как бы ангел велосипедиста, видите, там крылышки такие, как бы так намечены. И я поставил, вот деревья, видите, вот они туда, еще там дорисую, чтобы четко было видно. Так что, Александр, спасибо большое тебе, родной. И вот, что я еще хочу сказать. За это время мне привезли краски. Я хотел сказать о коллективном разуме. Ну, в этот момент, поскольку мы готовим сейчас вебинары, наша Наталья Кузьмина, Наташа, она находится в Белоруссии, и она оттуда делает лендинг, и будет сопровождать наш вебинар вместе с Владом Орловым здесь, в Москве. И она, вот я ей показал картину, потому что краски привезли, и мне надо было начать рисовать. Я взял и показал ей картину, которую я начал рисовать, и мы вместе с ней ее рисовали. Вот, пожалуйста, как я всегда и показываю картины, а вы мне даете советы, советы, и мы, значит, эти советы все учитываем и обучаемся совместному творчеству. Совместному творчеству. Много мы уже картин сделали, и пианиста сделали, шикарный, между прочим, пианист получился. Потом «Столик на двоих у моря», очень хорошая картина. Потом я все вот эти картины покажу шел в ряд, как бы. А вот мы начали, Наташа Кузьмина мне оттуда подсказывала из Белоруссии прямо сейчас, час назад, сделать его немножко веселее. Видите, он мыльные пузыри пускает. Это у меня там в Фейсбуке была такая фотография, когда я там сидел у себя в центре на Таганке и пускал мыльные пузыри, и там как-то я подписал смешно, что каждый развлекается как может. Ну, есть такой афоризм или не афоризм, а пословица «каждый хохочет так, как он хочет». А я развлекался тем, что пускал мыльные пузыри. А это, конечно, не я, но это я рисовал, а Наташа Кузьмина подсказывала. И вот мы такое сделали. Ну вот. Конечно, еще надо доработать, чтобы было шедевром. Мы все картины дорабатываем, чтобы было шедевром. Кстати говоря, у меня картины, они тянут на шедевры. Очень интересно. Да, да, да. Так что смотрите, давайте подсказки. И что я еще хотел сказать. Вот на вебинар уже зашли люди там, которые этот лендинг смотрят и записываются. А есть отдельная группа людей, почетных участников нашей школы «Человек будущего Homo Futurus», которым я регулярно посылаю в подарок, бесплатный вход. Так вот, те, которые записались сами по себе, они автоматически получают синхрогимнастику на видео, которое я демонстрирую в 2010 году и которое я обучал в Международную космическую программу испытателей Марс-500. И там есть это. И это синхрогимнастика в учебнике профессора сейчас Анатолия Петровича, профессора, и там у него в учебнике до 10-11 классов российских школ. Это синхрогимнастика, там называют синхрогимнастика по методу саморегуляции ключ. до 10-11 классов. Так что это видео уникальное. Пожалуйста, до вебинара посмотрите, чтобы я не повторял эти все 5 классических упражнений. И когда я это показываю, рассказываю, я всегда говорю, а вы подбирайте свои, добавляйте туда, или некоторые из классических упражнений выбрасывайте, потому что главный принцип ключа, принцип подбора путем перебора, без всякого напряжения, без всякого усилия над собой, делать эти упражнения именно синхронизирующие, то есть соответствующие вашему текущему состоянию. Именно делать так, как вам приятно и удобно. Никогда нельзя, никакие практики вот эти вот самосовершенствования, никогда не надо делать через насилие над собой. Надо как раз таки искать по критерию максимальной комфортности. Поэтому на вебинаре у нас я буду показывать и новый прием, и волну, где мы выходим на критерии максимальной комфортности. По нему подбираем себе, потому что это то, что вам соответствует. вам соответствует именно то, что вам приятно. Вы всегда в жизни ищите то, что вам приятно. Правда же? Так происходит и профессиональный отбор, там, из видов спорта. Так проводят, производится. И вот кто-то подобрал себе вязание, а кто-то легкий бег, а кто-то фехтование и так далее. Я просто хочу сказать, что механизмы природные одни и те же. Итак, до встречи, друзья. Итак, пишите советы. И завтра, пожалуйста, там, в комнате вебинарной, будет сброшен Zoom. Туда выйдите на Zoom. Задавайте любые вопросы. Я очень открытый человек. Я буду давать развернутые ответы. И мы там будем все тренироваться. А кто не хочет, может не говорить ничего. Но кто хочет развить у себя навыки свободного общения, это будет уникальный тренинг по ораторскому искусству. Автоматически так получится, потому что на фоне приемов, которые снимают нервно-мышечные зажимы. Так что давайте и будете пользоваться этим, этими навыками всю жизнь. Это урок на всю жизнь. До встречи, друзья. Игорь Негода.